приветствую вас подписчики моего канала и просто гости которые зашли на это видео сегодня я хотел бы рассказать вам об азалиях или также рододендру индикум в японии это вообще отдельная так скажем отдельный поток бонсай отдельный вид бонсай они называются сацуки здесь же в европе к примеру азалии не так популярны но к примеру мне они очень нравятся своим цветением и тем как они растут поэтому это наверное одно из моих любимых деревьев что же я хотел сегодня рассказать об азалиях азалии очень сложные растения они явно не для новичка так как у них есть много разных факторов которые влияют на их здоровье и качество роста сейчас я расскажу о них поподробнее итак первое что нужно знать об азалиях это то что они любят кислый грунт кислую почву лучше всего для азалий подходит японский грунт канума лучше него я грунтов не знаю и поэтому мне кажется что нужно запариться и купить кануму для ваших азалий так как они сразу же начинают расти лучше быстрее чувствуют себя намного более здоровыми вредители на них не так набегают это все хорошие плюсы кануму можно купить в интернет-магазинах совершенно спокойно я уже смотрел по всей россии странам снг доставляют так что это все очень просто к тому же больше 300 400 рублей канума не стоит поэтому в принципе это не так уж и дорого если учесть то что канума это лучший грунт для азалий также камелий в принципе всех растений которые любят кислую почву дренирует хорошо и конечно же хорошо удерживают влагу поэтому для азалий это лучший грунт очень важно чтобы почва удерживала влагу азалий в этом очень нуждаются они совершенно не переносят засухи следующее что я вам хотел бы рассказать это то что азалии очень любят влажность поэтому их нужно опрыскивать опрыскивать всегда их нужно только вечером или же рано-рано утром когда нет прямых солнечных лучей иначе азалия просто ваши листики свои обожжет через солнце далее когда было попрыскиваете азалию старайтесь опрыскивать ее полностью вместе со стволом вместе с листиками если же она цветет обязательно прыскаете также и на сами цветочки потому что растение питается не только корнями она не только корнями забирает влагу из почвы но и также через листья это очень важно теперь поговорим об удобрениях удобрения для азалии должны быть обязательно только гранулированные медленного распада потому что если вы будете поливать азалию жидкими удобрениями вы будете слишком сильно стимулировать ее рост и и тем самым ослабляя растение растение всегда должно брать из земли удобрения постепенно столько сколько нужно самому растению когда же мы поливаем растение жидкими удобрениями мы заставляем взять все эти удобрения и впитать в себя это не очень хорошо особенно для азалий поэтому старайтесь также купить удобрение гранулированное специальное для бонсай к примеру это может быть киуриоку или же анагокоро анагокоро это все-таки осеннее растение чтобы за зиму растение могло накопить питательных веществ и весной уже их пустить в развитие новых почек итак теперь я расскажу вам о том как же какие особенности так скажем есть у корней азалии корни азалии не любят жару но также если вы будете хорошо поливать азалию в жару то они наоборот будут хорошо расти и точнее это как бы и плюс и минус если земля будет увлажнена всегда если земля всегда будет влажной и всегда будет хорошо удобрена то азалия обязательно будет расти хорошо даже в жару даже на прямом солнце у нас здесь летом 35 36 градусов бывает и у меня всегда зале стоит прямо на солнце весь день и с ней ничего не бывает как вы видите она находится в отличном состоянии и с ней совершенно ничего не случается во время полива вода у должна быть максимального качества либо вы покупаете ее прямо в бутылках питьевую воду и поливаете питьевой водой либо пропускаете через фильтры воду и потом отстаиваете ее денек или два либо же просто кипятите и отстаиваете ее дня три тем самым вы избавитесь от хлора в воде который очень плохо влияет на азалии также для здоровья азалии очень важно знать что когда азалия цветет нужно всегда убирать удобрения вообще не добавлять удобрений иначе же сами цветочки начнут так скажем засыхать быстрее увядать быстрее скукоживаться а это нам совсем не нужно мы хотим любоваться азалиями намного более так скажем долго поэтому не нужно удобрять азалии во время цветения и перед цветением когда пересаживать азалию спросите вы азалии пересаживаются только после цветения как только заканчивается цветение вы пересаживаете азалии также когда азалия цветет нужно очень правильно понимать когда цветочек начинает уже завидать как только цветок начинает увядать мы сразу же его срезаем вместе с корнем цветочка чтобы полностью удалить цветок иначе азалия начнет полен сосед строитель итак я думаю меня будет слышно иначе азалия просто начнет делать семена и это очень ослабляет ее она может умереть даже если вы оставите какие-то цветочки они превратятся в бутоны и начнут делать семена это как минимум очень ослабит вашу азалию или же может ее даже убить также нужно понимать что любое цветение для растения это очень большой стресс поэтому всегда делайте как делаю я это лучше всего скажется на здоровье ваших растений к примеру если в этом году вы даете азалии цвести то в следующем году вы должны обрезать полностью все бутоны чтобы прекратить цветение и чтобы ваша азалия смогла отдохнуть во время года вот во время этого как раз года когда вы не даете ей так скажем цвести она будет отдыхать и набираться сил если же азалия будет цвести каждый год то это приведет к тому что растение будет постепенно постепенно ослабевать и может это привести к гибели растения итак расположение вашей азалии где ее располагать как и располагать смотрите я почитал российский интернет так скажем советы по тому как содержать вашу азалию дома ну и мне кажется что это вообще совершенно неправильно то что там написано все пишут что азалии не переносят жары насколько я смог убедиться на своем опыте у меня много азалии самое главное что самый главный фактор так скажем для азалии который нужно иметь в виду при жаре это хороший полив если вы хорошо поливаете если бы вы поливаете чистой водой максимально чистый то азалии совершенно ничего не будет она может выдерживать абсолютно спокойно жару 35 градусов в полдень вообще совершенно спокойно потому что у меня это все уже происходит из года в год азалии все себя чувствуют хорошо если их поливать также азалии очень нуждаются в железе для того чтобы их нужда в железе была удовлетворена так скажем лучше всего нарезать каких-нибудь или гвоздей ржавых буквально по сантиметрику и просто закопать в почву либо же добавлять специальные удобрения опять же гранулированные железо почву потому что если у вас будет нехватка железного растения она начнут болеть у него начнут сразу же желтеть листики и в конце концов она просто умрет поэтому что делаю я это просто беру какой-нибудь гвоздь ржавый старый разрезаю его болгаркой по сантиметрику примерно на кусочки и эти кусочки закапываю землю тем самым полностью снабжаю мою азалию всеми нужными питательными веществами и это здорово также любая азалия должна в лучшем случае если конечно же это позволяет ваши погодные условия то быть всегда на открытом воздухе все растения любят открытый воздух и азалии в этом абсолютно никак не отличается от других растений поэтому если у вас будет возможность выставлять вашу азалию хотя бы на балкон в теплый жаркий день или же просто весной летом и осенью она будет расти намного лучше также очень важно раз в два года полностью обрезать листья абсолютно все у вашей азалии тем самым вы стимулируете лучший рост и здоровье вашего растения будет улучшаться но обрезать все листья это очень большой стресс для растения это надо делать только весной и если ваше дерево никак не страдает никакими заболеваниями или же просто не ослаблено если ваше дерево в хорошем состоянии вы можете обрезать весной полностью все его листья оставив только почки и маленькие побеги и тем самым вы спровоцируете бурный активный рост который конечно же потом так скажем отразится хорошо на здоровье вашей азалии не знаю упустил ли я что-то или нет но на этом я думаю что видео закончу если вам что-то осталось непонятно то пишите обязательно пишите в комментариях свои вопросы задавайте вопросы также в группе вконтакте я на всех их сразу же отвечу и полностью вам все объясню обязательно подписывайтесь на мой канал на канал о жизни в испании на все группы ссылочки я оставлю вконтакте всем спасибо большое за просмотр я надеюсь вам понравилось вы также можете посмотреть еще какие-то мои видео и что ж удачи вам с вашими азалиями всем пока и 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